Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы сегодня находимся в Голубицкой. Сегодня у нас очень интересная история. Я еду навстречу с подписчиком, с зрителем. Он привез мне какой-то воды. И я буду сейчас смотреть. Многие из вас знают, что я воду люблю, да? И он какую-то воду привез. Будем сейчас искать его на центральном пляже. Не переключайтесь. Сегодня у нас налетели тучки. Такой ветер. На море шторм хороший такой. Ну, как хороший. В принципе, это небольшой на самом деле. И люди сегодня боятся ехать на море. А зря. Потому что вода теплая. На улице вообще тепло, хорошо. Посмотрите, смельчаки здесь и купаются, загорают. И тишки купаются. Я уже был сегодня на море очень хорошо. Так, мы его будем сейчас искать. Где-то он написал мне, у Грязевого озера находится. Зеленые майки. Так, это, кстати, кемпинг, поиски кемпинг. По 300 рублей, друзья, с машины и с палатки. То есть, палаток можно ставить сколько нужно. Так, будем, будем искать. Я даже, если честно, не знаю. Так, зеленая майка и зеленая футболка. Кстати, очень интересно. Вот такая вот обстановка у нас. Кто не боится вот такого дождичка, ветра, вот они все здесь. На пляже тоже очень много людей. Так. Пока я здесь не вижу никого. И что самое интересное, у меня телефон-то сейчас отключен. Получается, я снимаю видео. Ладно, подождем. Может быть, он меня увидит. Так, с телефоном, да, как обычно. Меня многие узнают с телефоном, именно. Заодно очень интересно. Посмотрите, у нас, я сегодня смотрел одно видео. Наша зрительница, подписчица Альфия, сегодня резала дыньку. Обратите внимание, у нас тоже. Это уже местные дыньки. Да, и арбузики растут. Уже, в принципе, можно есть. Потому что я опробовал, и есть их можно, друзья. То есть, ничего плохого не было. Этот год такой хороший у нас, удачная погода. Поэтому все здесь, естественно, выросло. Без всяких там подкормок, да, вот этих вот, химических. Все хорошо. Друзья, пока нашего зрителя нет, я немножко прокачусь здесь по автокемпингу. Наши друзья, которые здесь были, вот именно вот на этом месте стояли, они сегодня уехали. Вот такая вот обстановка. Поехали они дальше путешествовать, потому что они такие путешественники, что им нужно все объездить. Но я их понимаю, когда машина есть, когда палатка есть, хочется и на Черное море, и на разные другие моря прокатиться. Поэтому, друзья, вот здесь вот у нас кемпинг хороший. И сюда можете приезжать всегда. Такая вот обстановка. Давайте, пока я его не видел, может быть, он немножко попозже подойдет. Я сейчас зайду, покажу вам пляж, как там дела на пляже. Посмотрите, вроде шторм, да, и пасмурно. А сколько много людей. Вот посмотрите, там вдали, да, вот там мужчины с женщиной купаются. Самое приятное, это когда такие волны, и бороться с волнами. Видите, да? Волны, как джакузи, мощные такие, хорошие, дорогие. Там все тело будет, ну, как бы массаж такой, мягкий массаж. А здесь у нас поближе люди купаются. Обратите внимание, да? И дети тоже. Поэтому никто не боится этих волн. И еще обратите внимание, в этом году, вернее, в этот день, когда волны, многие люди мне писали тоже, Василий, у вас, говорят, голубийский шторм, там, непогода. Можно ли ехать? Это видео я специально для вас даже сюда приехал, друзья, снять. Я думал, мы сейчас с подписчиками пойдем сюда. Но пока его нет, к сожалению. Я сейчас его, конечно же, подожду. Может быть, он у меня даже и узнает. Сейчас еще один человек узнал. Я на камеру его не снимал. В общем, вот такие вот интересные дела у нас здесь. Голубийский сегодня. Все в порядке. Купаться можно. И даже просто в свое удовольствие. Видите, какие волны огромные с виду. Просто как бы людей даже захлестывает. И ничего. Все в порядке. Кстати, обратите внимание, наш один зритель, я его тоже как бы хотел снять, но вот с этим металлоискателем. Видите, как вот человек идет, он у нас с лопатами, металлоискателем. Он тоже сейчас ездит по краю и тоже вот копает. Как вот этот человек. Сегодня утром я снимал человека. Поэтому вот такие вот у нас интересные дела. Он находил советские монеты. Золото не нашел. Он сюда ехал, хотел золото найти. Я ему еще советовал, конечно, походить вот здесь, в грязевом озере. Но тут тоже проблема в том, что здесь осенью и весной тоже люди ищут золото. Потому что у многих людей цепочки рвутся. Ну, вы сами понимаете, да? Какие-то кольца могут слететь и так далее. Поэтому тут же вряд ли, конечно, что там найдешь. А вот осенью, мне кажется, вполне хороший вариант поискать. В общем, я показал вам обстановку. Особенно обратите внимание на автокемпинг. Сегодня, конечно, погода такая, видите, не очень хорошая. Но это и хорошо. Люди отдохнут от жаркого солнца. У кого тентов нет с собой. Поэтому это тоже плюс. А я сейчас все-таки туда еще подъеду и посмотрю, вдруг он пришел уже. Давайте поищем. Так. А я вот, кстати, вижу, но это не зеленая футболка, а? Здравствуйте. Так. О! Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не на канал Ильинский Заколхоз? У вас... Да, Василий. Да, здравствуйте. Я просто ждал вас тут. Я приезжал, вас не было. Где вы были там? Дождичек покапал спрятался. Да? На вес, да, немного. Я сюда вот прям подъехал недавно. Смотрю, у вас нет. Я еще поехал, поснимал. Так, интересно. А как вас зовут? Александр. Александр, давайте еще раз. Вы-то меня знаете, да, Василий? А я вас не знаю. Может, давайте тогда поговорим где-то потише от ветра. Вы что-то хотели тут еще передать? Ну, давайте сейчас отойдем вот куда-то в ту сторону. У меня есть для вас подарок. Кстати, а пойдемте вот туда, там потише, ветра нет. Может, будет задувать. Хорошо. Друзья, вот смотрите. Александр, я рад, что я все-таки нашел вас, да, вот здесь. Я уже думал, что вы не придете. Ну, всякое бывает, я понимаю, дождик и так далее. Это наш зритель, наш подписчик. Кстати, вы смотрели вот этот ролик, где у нас ребята здесь отдыхали с палаткой? Да. Они сегодня уехали. То есть, они ко мне заехали в гости. Я почему вам и написал, что я так не смогу резко приехать. Вот, буквально они сейчас только собрались и поедут дальше, кстати, в Анапу. А у меня еще вопрос такой интересный. Вы в Голубицкой первый раз вообще? Нет, я в Голубицкой с детских лет. Я первый раз сюда попал в 13-летнем возрасте. Вот, еще маленький приехал отдыхать. Ну, еще это было как бы у меня с родителями. Нет, я пробил это место настолько замечательное. Сюда я приезжаю вот уже 37 лет. 37 лет? Да, это честно. А сколько вам лет? Мне 50. 50. Всполнилось, да. Представляете, друзья, ну вот люди, да, в Голубицкой. И чего же страшного здесь нет, да? Здесь не то, что ничего страшного. Здесь прекрасно и место мне это нравится. Тут на любой вкус отдых можно подобрать. Александр, а ракеты летают, мины плавают. Вот вы видели хотя бы там? Просто некоторые люди наши такие пишут, интересно. Да, какие ракеты? Я тоже, да? Замечательно, вокруг бегает куча детей, тишина полная. Я здесь несколько дней. Это у меня дежурный вопрос, чтобы люди как бы поверили, да? А купались вы сегодня, кстати? Я вот сегодня еще не залезал. Сегодня искупался, это прелесть. Я люблю в волнах, когда... О, я тоже люблю. Ветерочек с моря поддувает. И можно покувыркаться. Вот точно, золотые слова, да? Когда волны тебя бьют. Это же гидрован, гидромассаж. Когда море спокойное и горячее, ну, это тоже хорошо. Кому-то, ну, у каждого свой выбор. Я люблю волну. Волну все-таки, когда она летит. Можно прыгнуть на нее, можно там покататься в ней. Можно на мелкой вот этой вот поверхности поболтаться. Мне нравится. Место шикарное. Менять я там на какие-то Сочи, Анапы не собирался никогда. Нравилось мне здесь всю жизнь. А почему мы с вами встретились, я связался? Ну, во-первых, я не ожидал увидеть такие хорошие детальные репортажи о Голубицкой. Вот я здесь почти 40 лет, ну, 37 приезжаю. Может быть, это в моей жизни получалось и не каждый год. Может, когда-то через год, когда-то вот сейчас я приезжаю. Последние 7 лет подряд я здесь нахожусь. И менять ничего не хочу. Здесь замечательно. Здесь парк обезьян, здесь крокодилов фермы, чертово колесо, океанариумы, море удовольствия. На любой карман. Жилье, пожалуйста. Александр, вот правда же и Голубицка еще развивается, да? Она же вот не стоит на месте, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Каждый год все краше и краше, все лучше и лучше. Здесь и прекрасные места для отдыха. Здесь красивые церкви. Здесь хорошие дороги. Здесь можно проехать, здесь можно остановиться. Ну, если у людей как бы маловато денег, можно найти жилье. О, о, послушайте, друзья. Друзья, да-да-да. Живите, пожалуйста. Мы, в конце концов, приезжаем для того, чтобы целый день проводить на море. Мы приходим чисто перебиваться. Александр, я извиняюсь, что перебиваю. А где вы снимаете сейчас Голубицкой? Вот где, а какое жилье? Поскольку? Я у друзей... О, повезло! Повезло, повезло, да? Безправда. А, вы же много лет, у вас тут друзей полно наверняка. Здесь очень много друзей. Ну да, повезло. В прошлом году я отдыхал чуть-чуть там подальше, останавливался в замке. Сейчас я в самой Голубицкой отдыхаю в частном доме. Меня все устраивает, у меня все есть. А самое главное, здесь есть самое главное, море, солнце и уютное место. Оно само по себе уютное, очень. Согласен, согласен. Когда я приезжаю, у меня спокойная душа. Я хожу по улице, передвигаюсь, куда мне нужно, собственно говоря. Александр, а сейчас мы перейдем к какой-то подарок. Я просто еще забыл, что вы откуда приехали? Иваново. Это Иваново, да? То есть, это Иваново, ничего себе. Так это же там, хочу пожрать еще канал такой есть там, да? Не знаете, там такие есть блогеры. Я знаю, что у вас тоже какой-то блог есть, да? Или видеоблог на ютюбе. Если вот вы мне попались, я могу помочь вам, может быть? Или вы мне наоборот? Сколько у вас подписчиков я хотел узнать? Может быть, мои зрители к вам подпишутся? Я только начинаю свой канал, так как я... Ну, сейчас, в данный момент, мне... Судьбой повезло так. Я сейчас работаю технологом на заводе «Зеленый городок». Это зеленая лечебно-столовая, генеральная вода, зеленый городок, который славится своими качествами, вот, своим ионным составом. У нас на... Мы работаем на территории санатория, куда приезжает очень много больных людей, диабет, там, желудочно-кишечный, там, трат лечат свой, язву 12-перстной кишки. Ничего себе! Я сам болел, болел уже лет пять, наверное, у меня язва желудка. Ага. Как бы, я раньше, ну, пел разную минеральную воду, какая там придется. Сейчас я пью свою воду, которую, собственно говоря, мы выпускаем. И... Теперь я понял, почему подарок отгуда. Ну, вы говорите, говорите, это интересно. Да, да. Мне эта информация очень нужна. Я предлагаю попробовать. Во-первых, очень приятный вкус воды, он своеобразен. И лечебные свойства, которые, ну, пожалуйста, посмотрите отзывы. А как называется завод хотя бы? Вот, ну, что, молодец. Зеленый городок. Так и называется, да? Да, я покажу, вот она, вода. Это гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая. Она реально лечит болезни желудочно-кишечного трата. Посмотрите, друзья, мне начали уже со всей страны воду привозить. Все вы видели этот ролик, да? Липецкий билет? Я видел ролик с Липецким билетом. А я так и понял, да. Видели там, да, эти ребята? Думаю, я привезу, потому что я с собой в дорогу, во-первых, я не покупаю никакую другую воду. Я в поезд брал с собой несколько бутылок и решил в подарок привезти вам целебку нашу. Короче, я уже, я возьму, спасибо огромное, Александр. Ну вот, я не знаю, я сейчас еще для зрителей сниму. Спасибо вам большое. Мне больше подарков никаких не надо. Посмотрите, друзья. Я доволен. Вот, видите, да, как мне повезло. А по цене, что цена? Вот, допустим, я здесь, мне из Усентуков привозят, мой знакомый, да? Но он как бы тоже на заводе работает, интересно. А здесь в магазине цены, конечно, кусаются. Я себе позволить, такое не могу. Вот почем такая у вас, допустим? Это же пол-литра получается. Копейки она стоит. Сейчас, ну, сложно говорить о цене, которая была бы здесь, например, в Голубецкой, учитывая. А, здесь такое не купить, да? Ну да. Да, она не доходит, потому что, во-первых, логистика наложится, и она уже станет по цене, ну, приблизительно такой же, как у вас, в районе, там, 50 рублей. А, понял, понял. Но есть ли оптом, будет дешевле, получается? А так, я вам скажу, цены настолько низкие, что... Понятно. Это копейки. А если, получается, вы технологом работаете, это, получается, вы сами ее и проверяете, там, да? У вас же там какой-то процесс. А она меняется из скважины, или она одна и такая же идет? Одна скважина, которая у нас с 56-го года открыта, эта скважина. 56-го года. В советское время это, значит, качественно было, да. Да, опускаем водичку из скважины на завод уже, на производство. Там она у нас разливается на конвейере по бутылочкам, там идет. А если я попаду к вам на завод, блин, вы мне ящик там как-нибудь устроите? Был ездить с подарками от руководства. Ребята, короче, надо копить на Иваново. И не только ящик, может быть, там и побольше этих ящиков будет. И в том числе мы еще дарим, у нас много лимонадок, очень вкусных. Александр, у меня идея такая. А если, допустим, подписчик вдруг в Иваново какой-то будет, скажет, я от деревенского заколхоза, да, вы там сделаете ему скидку или хотя бы нет, хотя бы вот угостить водой, да, попить. Я сделаю ему подарок, не надо никаких денег. Друзья, послушайте, кто из Иваново, вот подпишитесь на мой канал, да, и идите к Александру. Александр, нет, я все равно вот всем своим подписчикам и зрителям я хочу помочь, да, кого-то там вином угощаю, кому-то что-то. Если у вас есть канал, я просто знаю. Хотите, вот скажите название. Если он личный блог или какой, я вот немножко не понял. Либо он по работе у вас был, вы мне писали там какой-то. Да, я... Или он личный блог. Я открыл новый канал, он называется «Маркировка упакованная». Ну, это ваш канал, это не заводской вот этот, да? Нет, не заводской, это мой личный канал. Потому что я боюсь, что если мы там завод, то не нужно, да, наверное? Это новое направление, в нашей стране оно не так давно, маркировка продуктов питания и товаров, там, одежда, обувь, лекарства. Это новое направление, которое еще не развито в нашей стране. Ничего себе. Мне пришлось самостоятельно обучаться очень такой достаточный промежуток времени, полгода я учился этой маркировки, познал тонкости этого дела. И так как, ну, в общем-то, мало еще информации такой полезной именно по маркировке, я сам знаю, потому что я искал, в Ютубе я не нашел роликов, я искал в разных браузерах. А как называется, скажи, вот, просто наши зрители плохо понимают, а помочь тебе могут, да? Маркировка минеральной воды. Так называется. А ты как-то, Александр, там, нет, просто маркировка минеральной воды, да? Да, от Александра. Без имена. От Александра еще? Ну, я, скорее всего, добавлю, наверное, от Александра. А, ну, смотри, вот, если хочешь, я даже могу ссылку, если ты мне скинешь, потом переоформишь канал, я могу ссылку у себя под этим роликом разместить. Потому что, так как я еще человек, ну, не очень опытен в этом деле, а я имею в виду в создании канала и развитии его, я буду очень признателен, если поможете. А я думал, у тебя канал такой, знаешь, уже, ну, я понял, хорошо, я понял. Ну, интересно. Я сейчас вспоминаю все трудности, с которыми столкнулся я. Во-первых, очень мало информации, и приходилось все исчерпывать, какие-то короткие ролики с незначительным количеством информации, от честного знака, это именно... А что такое честного знака? Я немножко не понимаю, это ты расскажешь про маркировку, да? Про маркировку, да. А, все, понял, про свой канал. Ну, понял, давай-давай-давай. Это сайт, который управляет, в общем-то, маркировкой в нашей стране. Всей продукции. Что-что, да, тебе может выше уровень повышать, тебе уже на уровень, кушать, страны там. Я извини, что на ты, ну, на год примерно, мне 48. Ничего страшного, Вася. Я просто... На ты меня больше устраивает. А, ну, все, давай-давай. Вы называет меня, даже я смущаться начинаю. Тут... Я хотел бы с людьми поделиться той информацией, которую мне пришлось очень длительное время находить из разных источников, плюс как-то исчерпывать из своего опыта, и вспоминая то, с какими сложностями сталкивался я на первоначальном этапе, вот именно по маркировке, я бы помог просто людям. Есть в интернете такой ролик, очень интересно, но не понял, да? Смотри, мы зрителям это, я выложу точно, чтобы тебе помочь, да? Ты объясни простыми словами, вот, допустим, что это такое, я, например, вообще, вот ты говоришь, я вообще не понимаю. Вот, допустим, в магазин, да, вот мы пришли, где это пригождается? На заводах только, да, или где? Это, да, это на предприятиях сейчас, конечно же... Тебе люди могут писать на твой канал, вот, с предприятий, чтобы ты помог, ты можешь помочь, да? Конечно, я буду помогать всякими тонкостями, именно детали, которых люди не смогут найти ни в интернете. Я тебе и говорю, вот смотри, наши зрители будут смотреть, они тебе могут помочь с такой подпиской, да? Да, если кто-то, получается, на заводах работает, то он поймет, и, значит, вот ему эта информация и пригодится, что тебе нужно писать на твой канал. Вот я о чем говорю. Мы с тобой сейчас будем здесь, знаешь, я вообще ничего не понимаю, да? Я рад, что ты приехал. Можно бутылку? Можно, можно. Я сейчас эту тонкость покажу. Вот она. То есть это вот этот знак, да? Именно это подчеркивает то, что эта продукция проверена, то, что она зарегистрирована в государственной системе маркировки, о том, что этот товар наш, именно российский, проверенный, четкий, который можно не бояться. Да, зеленый городок, друзья. Видите, мы несем за это огромную ответственность. Ну, в первую очередь, конечно же, наверное, я. А у вас есть свои вот фуры, машины, вот, допустим, какой-то человек, раз, голубийский, увидит такое, ну, вдруг, да? Я вряд ли думаю, но вдруг. Допустим, он тебе такой звонит на канал, или вот свяжется зеленый городок с предприятием своим, и, допустим, вы же делаете поставки. Ну, это, наверное, другой вопрос уже, да? Да, автомобилей у нас полно, нет проблем. Цены у нас настолько низкие, что, я думаю, понравится любому человеку, который вот... Позвоните мне. Нет, я предоставлю прайс, все данные анализов на эту воду. Отлично. Друзья, вот смотрите, мне повезло, как сегодня я буду пробовать один в Голубийской, один, друзья, один, эту воду. Вы представляете, да? Пожалуйста. Позвоните, я забираю от вас подальше. Вы-то привыкли ее пить, да? Конечно. А мне, я себе уберу. Кстати, люди, которые ее... Мы пьем ее все, между прочим, на заводе. Я раньше, ну, я говорил уже, у меня была язва желудка и 12 секунд. А как ее пить? Ее разогревать как-то, если вот так лечиться? Так просто и пьешь? Ну, в холодильничек сейчас как раз жара, холодная пьется очень хорошо, тонкий очень вкус приятный, вот нежный из скважины. Я попробую, блин, вообще класс, друзья. Конечно, она обогащенная углекислотой, вот, но вкуса от этого не делается. А обогащенная это специально делается? Вот мне этот технологический вопрос интересный. Я деревецкий заколхоз, да? Я просто мне это интересно. Не как там в завод, там, да? Это на любителя. Ага. Там газ, не газ, это стандартные два варианта, которые... А, понял. Газ, не газ, но это как обычно вода. Все, все, блин, а я думаю, может как-то специально. Если добавляется СО2, это уже на... Понял, на любителя. Да, 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 все. Понял, понял. Друзья, рекомендую по-серьезному вам. Если будут какие-то вопросы, что касается цены, качества, пожалуйста, обращайтесь. Я с радостью вас проконсультирую в любое время. Так, друзья, короче, так как Александр наш подписчик, наш зритель, я его знаю, он в комментариях нам пишет. Я оставлю этот ролик, потому что он перегитрил меня. Он привез воду такую, да, вкусную, для меня специально. Но вот только ради этого я выложу этот ролик. Потому что видите, как получается, небольшая такая, как полуреклама такая. Но за то, что он старался, привез из Иваново, представьте, воду вот эту, да? Ну, я не знал, что я буду рекламировать, честно. Ну, это нормально, Александр. Да, сейчас просто, когда камера включена, и хочется погордиться своим предприятием. Молодец, молодец. Вот как-то. Молодец, нет, нет, все правильно, я понимаю, поэтому я тебя не перебивал. И, кстати, я хочу еще зрителям сказать, вот у кого какие-то будут вот такие рассказы о своей работе, что-то, говорите. Пусть люди больше видят это, я согласен. Это не реклама, это вот мы будем, знаешь, Александр, вот как я тебе даже могу помочь. Это рекомендация, избавиться людям от болезней, которые нас иногда мучают. Да, 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 отлично, отлично, да. Поэтому все нормально, все будем оставлять. Я поэтому и говорю, и тебе еще помогу с твоим каналом. Если наши зрители, подпишется кто-то, я буду благодарен. Вот именно по этой причине, что мы должны подписчики, там, зрители другу помогать. Вот о чем речь. Потом ты мне поможешь, может, когда-то. Я тебе на следующий год закажу, оплачу. Ты мне, если будешь в Голубицкой, привези, пожалуйста, ящик, если ты сможешь. Я тебе деньги заплачу, переведу там, как надо, на предприятие или куда-то. Я буду в Голубицкой и бесплатно с удовольствием тебе привезу. Нет, бесплатно не надо. Все зрители знают, я, не, Александр, я здесь, как бы, знаешь, я наоборот людям помогаю. Бесплатно нет. Тут ребята предлагают и в столов меня покормить и так далее. Я не хочу. То есть от чистой души, от сердца. Вот, друзья, я сейчас буду, уже ролик длинный будет. Посмотрите еще раз. Зеленый городок. И подумайте, как мне повезло. Вот сегодня. И вам вместе со мной. Александр, давайте попрощаемся. Давай, попрощаемся, потому что, ну, для зрителей. Потому что ролик будет очень длинный. Люди не любят такие ролики с моей длинной. Ладно. Передай всем удачи, там. Можешь кому-то передать. Дети у тебя там, да. Ну, кто, есть кто-то там? Родители там. Передай привет. Да, да, конечно. Я хотел бы передать привет. Знаешь, я как Якубович. Своему ребенку. Моей дочери исполнилось 11 лет. Я хожу не на радость просто. А почему не взял с собой? Причины там есть какие-то? Да, была небольшая причина. Они с мамой поехали на день рождения. Решили. Ну, ничего. Там свои дела. Я понял. Хорошо. Все. Вот. Друзья, можешь там кому надо. Вот, я говорю. Если хочешь, вот. Привет, конечно же, всем сотрудникам на моем предприятии. Я всех уважаю и люблю. У нас очень хороший коллектив, замечательный. Такая среда добродушная. Именно та среда, которой как раз-таки вот эту воду можно производить. Да, да. Ты без рекламы не можешь на автомате. Ладно. Без рекламы я просто... Молодец. Я просто говорю как есть. Все верно, да. Вася, тебя я, кстати, хотел поблагодарить. Я не ожидал, что вот попаду на твой канал. Ну, реально, сколько лет я здесь. Я только благодаря твоему каналу узнаю такие тонкости и детали. Я думал, что я знаю все абсолютно. Но ты помогаешь людям настолько детально и классно подобрать место для отдыха на любой вкус просто. Это очень здорово, когда человек по-простому рассказывает, где можно остановиться. Мы просто иногда люди приезжают, как слепые котята. Тупо садимся на пляже, сидим вот так вот. Друзья, я прошу, кто работает в рекламных фирмах, обратите внимание на Александру. Посмотрите, да. Обратите внимание на этого человека. Он не может без рекламы. Я на этом хочу попрощаться с вами, друзья. Вы понимаете, да? Было очень приятно. Александр нам продаст все сейчас. И канал, и, короче, и воду. Молодец. Я твоему руководству говорю, берегите этого человека. Если они, конечно, увидят этот ролик, вряд ли, конечно. Увидят. Увидят, да, думаешь? Я думаю, да. Берегите этого человека. Они увидят. И вот важно очень, Александр. Ну, ладно, спасибо. Друзья, всем удачи, счастья. До свидания. Вы все слышали сами. Это вот мне сегодня и вам повезло. Действительно. До свидания. Всего доброго. До свидания. Экзidy. Сafood motions son. Вы gebe MARTIN.